Сегодня у нас в гостях участковый и полномоченный полиции Ленкин Александр Юрьевич. И сегодня хотелось бы побеседовать с вами о 31-м федеральном законе, который называется «Обнесение изменений в Кодекс Российской Федерации административных правонарушений». Данный закон об административных правонарушениях внесли ряд изменений, дополнений в связи с тем, что у нас сейчас происходит с вооруженными силами Российской Федерации идет спецоперация по защите интересов России и у граждан и поддержания международного мира и безопасности. То есть в связи с этим, знаете, что в средствах массовой информации, в публичных высказываниях, то есть были ложные сведения, было то, чтобы люди поддерживали протест против данной операции, и в связи с этим были внесены изменения, то есть касающиеся данной вооруженной операции. То есть статья 20.3, прим. 3. То есть это публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации, цель защищения интересов Российской Федерации и у граждан, поддержания международного мира и безопасности. И статья 20.3, прим. 4. Это призыв к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. То есть это когда поддерживают люди, призыв дают в то, чтобы внести санкции против России, ну и российских граждан, либо юридических лиц Российской Федерации. То есть что подразумевается... Нет, наверное, давайте так. Данные протоколы об административных правонарушениях, точка 23, прим. 3, составляется должностными лицами органов внутренних дел полиции. Статья 20.3, прим. 4, то есть это призыв к введению ограничений, санкций. Это уже возбуждается самим прокурором, то есть по месту совершения данного правонарушения. Ну давайте остановимся на ближе, который к нам идет, это точка 23, прим. 3, кодекса об административных правонарушениях. Это административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. В том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил. Именно воспрепятствование призыв в указанных целях, если данные действия не содержат уголовно-указуемое деяние. Санкции данной статьи поближат, то есть на граждан от 30 до 50 тысяч, на должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500. Часть вторая данной статьи предусмотрена ответственность за то же деяние, но сопровождающееся к призыву проведения инстанционированных публичных мероприятий. То есть если вы там просто высказываете в первой части свои... То есть это соцсетей тоже касается, да? Это я сейчас дальше просто сейчас расскажу. То есть рана, создающая угрозу массовому нарушению общественного порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех, функционирования, прекращения функций, объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленной связи, если действия данные не содержат уголовно-указуемое деяние. Здесь уже на граждан накладывается от 50 до 100 тысяч, должностных лиц от 200 до 300 тысяч, на юридических от 500 до миллиона. Да, увеличивается вторая статья. То есть в чем данные статей публичность высказывается в чем? Осуществление в присутствии лиц. Может... В присутствии многих лиц. То есть может определяться местом, обстановкой совершения данных лиц, данного деяния. То есть это может быть на митингах, на собраниях, на каких-то либо конференциях, то есть где идет большое скопление людей. То есть и там, если человек призывает к каким-то либо действиям, то это уже идет административное нарушение. Если там вы, конечно, между собой высказываетесь, ну, это ваше мнение, вот, это ради бога ваше мнение. А если уже вы вышли с публичным призывом и высказыванием данных действий, то это уже идет административная ответственность. Да. То есть, также оно может быть размещение информации в открытом сайте, в сети интернет, раздача листовок, каких-то плакатов, что люди могут публично прочитать. Это тоже все относится к публичным действиям. Дискриминация, что направлены на подрыв доверия к решениям органов власти Российской Федерации по использованию вооруженных сил, ну, в тех же своих целях, оно может быть распространением неправомерной, искажающей, либо заведомо ложной информации в целях принятия решения. То есть, когда вы дискредитируете вооруженные силы, то есть, что там, публикуете ложные какие-то данные, непроверенные данные, даже если вы взяли с другого сайта и разместили на своей страничке непроверенные данные, вы также идете... Несете ответственность. Несете ответственность, да. Материальные штрафы. Да, да, да. Но оно и есть в основном. Да. Материальные штрафы большие. То есть, это вот что касается... Ну, публичный призыв, это я уже сказал, в любой форме, оно, без разницы, в каком. Может, с использованием технических средств, то есть, рупором вы идете там по улице, и вот, тоже это все идет в публичности относится. Ну, и если идет совершение публичным призывом с использованием технических средств, сети, интернет, также видео каких-то программ с помощью телерадио, вещания, это все вот, то есть, подходит ко второй статье. Ну, несанкционированным публичным мероприятием это следует понимать, что когда людей подвергают на идти какой-то либо митинг, какое-то либо собрание, именно агитация, да, уже вот это, либо действием побуждающим на противодействие органам государственной власти, сотрудникам полиции, вовлечения также сюда же несовершеннолетних детей, это вот последнее такое было тоже нововведение, когда у нас было по Навальному, и в основном-то задействованы были несовершеннолетние. то есть, это тоже все относится, ну, подпадает под административное ответственность. Ну, в принципе, здесь и все. Какого-то? То есть закон сутупил с 7-4 марта? 4-го марта, да. То есть сейчас он уже ведет. У нас есть отдел, так называемый К, который отслеживает все вот эти в сети интернет. Потом нам присылают, таких, конечно, еще не было поводов, но чуть по-другому там про АУЕ у нас были, они тоже отслеживают отдел, как присылают нам материалы, то есть мы уже потом привлекаем к ответственности и новым лицам. Еще здесь уголовную ответственность. Забыл сказать, что по тем же действиям она так же звучит, как и здесь, в административном кодексе, то есть это публичное действие направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, статья 280 прин 3 первая часть это повторное привлечение по статье 20.3 прин 3, то есть если человек уже привлекали по данной статье, повторное, он идет уже к уголовной ответственности, там уже штрафы идут от 200 до 300 на физическое лицо, ну это на должностной там все больше. Вторая часть, если были, то есть призывы к митингу, и они понесли какие-то последствия, неумышленное убийство, ну то есть давка, всякое бывает, либо какие-то погромы в связи с большим материальным ущербом причиненным, то есть вторая часть уже идет, может, лишение свободы до 5 лет 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 все понятно спасибо на встречу ну в сети у нас же сейчас много в сети интернете в интернете смотрите не поддавайтесь панике проверяйте какую-то либо информацию агитацию то есть у нас случай был один но пока был один ну там с военнопленным связанным не буду что-то отдаваться то есть родственникам конкретно была дана задача выходите на призыв распространяйте в сети интернет чтобы было прекращение данных военных действий чтобы осудили вот иначе ваш военнопленный будет убить то есть ну родственники не поддались панике то есть общили на полицию сейчас вроде как бы судьба данного служащего в Мариуполе как бы его били но точно да информация конкретно но на звонки он родственникам отвечает уже как говорится хорошо спасибо спасибо Продолжение следует...